В Павлодарском высшем медицинском колледже состоялось открытие мемориальной доски Алии Жакеновны Сабырхановой. Она руководила учебным заведением более 20 лет и внесла неоценимый вклад в его развитие. Алия Жакеновна начала свою трудовую деятельность в должности главного врача Красноармейской участковой больницы. С 1969 по 1972 годы работала заместителем главного врача Павлодарской центральной больницы. По окончании клинической ординатуры кафедры акушерства и гинекологии Семипалатинского медицинского института с 1974 года работала заведующей отделением заместителем главного врача и главным врачом курорта Мойлды. С 1990 по 2013 годы была директором Павлодарского медицинского колледжа. Ее родные вспоминают о ней как о человеке с большим сердцем и желанием помочь людям. Она была очень добрая, порядочная, но при этом деловым и довольно строгим человеком. То есть, если план подразумевает определенную дисциплину и в какой-то степени довольно жесткие характеристики, она их будет применять. Но опять же, это было все для того, чтобы была эффективность в работе. Можно еще добавить, я бы хотела сказать, что помимо того, что Ажека, бабушка, управляла колледжем, для нее было очень важно поддерживать медсестер и врачей, в принципе, по Павлодарской области, не только студентов. И была создана ассоциация Саламаты Павлодар, которая подразумевала защиту и представление интересов всех медицинских работников нашей области. Из-под ее крыла вылетели профессиональные медицинские работники. Алия Жакеновна вкладывала душу и силы в модернизацию колледжа. Алия Жакеновна старалась создать такое учебное заведение, которое шло всегда в ногу со временем. Внедрение каких-то новых систем обучения, новые технологии обучения. То есть реализация совместно теорию, практику, создание именно на базе медицинского колледжа каких-то своих таких структурных подразделений, с которыми они тесно работали, где студенты получали первоначальные навыки и проходили практическое обучение. Алия Жакеновна была одним из наиболее известных представителей избирательных органов Казахстана. Она 13 лет проработала председателем Павлодарской областной избирательной комиссии. За свои труды и непрерывную работу была отмечена государственными наградами и званиями. Орденом Курмет, медалью Шапогат, званиями почетный работник образования Республики Казахстан, отличник здравоохранения, отличник просвещения Республики Казахстан. Этот человек сочетал в себе все, была прекрасной женщиной, заботливой женой, мамой и бабушкой и профессионалом своего дела. Евгения Мягченко, Юрий Белевский, Ертасак, Парад.